Каф молчал, погруженный в свои думы, пока мы не вышли в сосновую аллею. Тут он начнулся, как человек, принявший решение, и опять заговорил со мной. — Мистер Беттердж, — сказал он, — так как вы сделали мне честь и впряглись, как говорится, со мной в одну упряжку, и так как я думаю, что вы можете быть мне полезны еще до истечения нынешнего вечера, я не вижу никакой надобности мистифицировать друг друга и намерен со своей стороны подать вам пример откровенности. — Вы решили не сообщать мне никаких сведений, которые могли бы повредить Розанне Спирман, потому что с вами она вела себя хорошо и потому, что вам искренне жаль ее. Эти гуманные побуждения делают вам большую честь, но в данном случае они совершенно бесполезны. — Розанне Спирман не грозит никакая опасность, даже если я обвиню ее как соучастницу пропажи алмаза на основании улик, которые также очевидны для меня, как нос на вашем лице. — Вы хотите сказать, что Миледи не станет преследовать ее судебным порядком? — спросил я. — Я хочу сказать, что Миледи не сможет преследовать ее, — ответил сыщик. — Розанне Спирман не более как орудие в руках другого лица, и ради этого другого лица Розанне Спирман будет посяжена. — Он говорил серьезно. В этом нельзя было сомневаться. Однако в душе моей шевельнулось что-то недоброе против него. — Не можете ли вы назвать это другое лицо? — спросил я. — Не можете ли вы, мистер Беттельдж? — Нет. — Сыщик Каф все стоял неподвижно и смотрел на меня с меланхолическим участием. — Мне всегда приятно обращаться нежно с людскими слабостями, — сказал он. — А в настоящую минуту я испытываю прямо нежность к вам, мистер Беттельдж. А вы по той же прекрасной причине чувствуете особую нежность к Розанне Спирман. — Не правда ли? Скажите, не сшила ли она себе недавно новое белье? К чему он так неожиданно вернул этот странный вопрос? Я никак не мог догадаться. Но, не видя, чем правда могла бы повредить Розанне, я ответил, что девушка поступила к нам с очень скудным запасом белья, и что миледи, вознаграждение за ее хорошее поведение, я сделал ударение на последних словах, подарила ей новое белье недели две тому назад. — Как жалок этот свет, — сказал сыщик. — Человеческая жизнь есть нечто вроде мишени, в которую несчастье стреляет беспрестанно и всегда попадает в цель. — Если бы не этот новый запас белья, мы легко нашли бы новую кофту или юбку в вещах Розаны и улечили бы ее таким образом. — Вы следили за моей мыслью, не так ли? — Вы сами допрашивали служанок и знаете, какие открытия сделали две из них у двери Розаны. — Наверное, вы знаете, чем занималась вчера девушка после того, как она за немогом заболела. Вы не можете догадаться. — О, Боже мой! Это так же ясно, как полоса света вон там за деревьями. В 11 часов в четверг утром инспектор Сигров это скопление человеческих слабостей указывает всем женщинам пятно на двери. У Розаны есть основания бояться за свои собственные вещи. Она пользуется первым удобным случаем, чтобы уйти в свою комнату, находит пятно на своей кофточке или юбке или все равно на чем, притворяется больною, пробирается в город, покупает материал для новой юбки или кофты, шьет ее одна в своей комнате в четверг ночью, разводит огонь, не для того, чтобы и жечь. Две ее подруги подсматривают у дверей, и она знает, что запах гари ее выдаст. Да ей и некуда деть кучу пепла. Разводит огонь, говорю я, чтобы выстирать, высушить и выгладить подмененную юбку, а запачканную скрывает, вероятно, на себе. И вот сейчас, в эту самую минуту, старается уничтожить ее где-нибудь в удобном местечке на этом уединенном берегу перед нами. Я видел сегодня вечером, как она зашла в рыбачьи деревни в одну хижину, куда, может быть, и мы с вами заглянем до возвращения домой. Она оставалась в этой хижине некоторое время и вышла оттуда, как мне показалось, с чем-то спрятанным под плащом. Плащ на женщине, эмблема милосердия, прикрывает множество грехов. Я видел, как она отправилась к северу вдоль берега, когда вышла из хижины, неужели ваш морской берег считается таким живописным? Мистер Беттердж. Я ответил да. Так коротко, как только мог. Вкусы бывают разные, сказал сыщий Кав. На мой взгляд, нет морского ландшафта, который был бы менее приятен. Если бы вам понадобилось следить за другим человеком, идя по этому берегу, и если бы человек этот внезапно оглянулся, вы бы не нашли ни малейшего местечка, за которым вы могли бы спрятаться. Мне оставалось выбрать одно из двух, или посадить Розану в тюрьму, по подозрению, или предоставить ей действовать по своему усмотрению. По причинам, объяснениям которых не стану вам надоедать, я предпочел лучше пойти на всевозможные жертвы, нежели возбудить тревогу в одной особе, которую мы с вами называть не станем. Я вернулся домой, чтобы попросить вас провести меня к северному концу берега другой дорогой. Песок – одна из лучших мне известных ищеек. Он отлично ведет вас по следу, если мы не встретили Розану Спирман на обратном пути, то песок, пока еще светло, может сказать нам, где она была. Вот песок. Вы меня извините, но я посоветую вам идти молча и пропустить меня вперед. Если докторам известна болезнь под названием сысной лихорадки, то именно такая болезнь овладела сейчас вашим нижайшим слугою. Сыщик Кав спустился между песчаными холмами к берегу, я последовал за ним с сильно бьющимся сердцем и ждал поодаль, что будет дальше. Оглядевшись, я увидел, что стою на том самом месте, где Розанна Спирман разговаривала со мною в тот день, когда мистер Фрэнклин вдруг появился перед нами, приехав из Лондона. Покуда взгляд мой следовал за сыщиком, мысли мои невольно устремились к тому, что тогда произошло между Розанной и мной. Уверяю вас, я почти чувствовал, как бедняжка с признательностью пожала мне руку за ласковые слова, сказанные ей. Уверяю вас, я почти слышал, как голос ее говорил мне, что зыбучие пески притягивают ее против воли. Почти видел, как лицо ее просияло, когда она вдруг заметила мистера Фрэнклина, внезапно вышедшего к нам из-за холмов. Тоска моя все усиливалась, и я еще больше растревожился, когда огляделся вокруг, чтобы оторваться от своих мыслей. Последний вечерний свет быстро догорал, и над этим печальным местом нависла какая-то зловещая тишина. Волны океана набегали на большой песчаный берег бухты, не производя ни малейшего звука. Ни малейший ветерок не тревожил водного пространства, лежавшего неподвижно и мрачно до самого горизонта. Клочки грязной тины, желтовато-белые, плавали по мертвой поверхности воды. Ил и пена заметно мелькали в тех местах, где последний свет еще падал на них между двух больших утесов, выступавших с севера и с юга в море. Начинался отлив и, пока я стоял и ждал, широкая поверхность зыбучих песков стала морщиться и дрожать. Это было единственное движение в этом отвратительном месте. Я видел, как сыщик сдрогнул, когда колебание песка бросилось ему в глаза. Посмотрев на него минуты две, он отвернулся и снова подошел ко мне. Коварно это место, мистер Беттерич, сказал он, и никаких следов, розан и спирман на всем берегу, куда бы вы не посмотрели. Он повел меня ближе к берегу, и я сам увидел, что только его следы и мои виднелись на песке. В какой стороне от нас рыбачья деревня, спросил сыщий кав. Копсгол, ответил я, так называлась деревня, будет отсюда к его. Я видел, как девушка шла сегодня вечером к северу вдоль берега из Копсгола, сказал сыщик. Следовательно, она направлялась к этому месту. Копсгол по ту сторону вон того мыса. Не можем ли мы пройти туда берегом, так как вода теперь стоит низко? Я ответил утвердительно на оба вопроса. Вы меня извините, если я попрошу вас пойти скорее, сказал сыщик. Мне нужно, прежде чем стемнеет, отыскать то место, где она сошла с берега. Мы прошли, как мне кажется, шагов двести, Копсголу, как вдруг сыщик, кав, опустился на колени, словно почувствовал внезапное желание помолиться Богу. Можно кое-что сказать в пользу вашего морского пейзажа, заметил он. Вот женские следы, мистер Бетеридж, назовем их следами розаны, пока не найдем противоположных доказательств, против которых нам не устоять. Следы очень сбивчивые, заметьте, с умыслом сбивчивые, сказал бы я. Ах, бедняжка! Она знает так же хорошо, как и я, предательские особенности песка. Но не слишком ли торопливо стирала она следы? Вот один идет на коп сголо, а другой обратно. Не правда ли? Носок ее ботинка прямо указывает на воду. И не вижу ли я отпечатки двух каблуков дальше по берегу и также возле воды? Я не хочу оскорблять ваши чувства, но боюсь, что Розана хитра. Она как будто намеревалась пройти к тому месту, откуда мы сейчас ушли, не оставив на песке следов, по которым ей можно было бы отыскать. Не допустить ли нам, что она шла по воде, пока не дошла до выступа скал, чтоб позади нас, и вернулась той же дорогу, а потом опять пошла по берегу, где еще остались следы двух каблуков? Да, мы это допустим, предположением, что у нее было что-то под плащом, когда она выходила из хижины. Нет, не для того, чтобы уничтожить это, ведь тогда ни к чему были бы эти все старания не дать мне отыскать место, где кончалась ее прогулка, а для того, чтобы спрятать это здесь. Вот, думается, более правильная догадка, может быть, зайдя в хижину, мы узнаем, что именно она несла? Моя сыскная лихорадка вдруг прошла. Я вам не нужен, сказал я, какую пользу могу я вам принести? Чем больше узнаю вас, мистер Бетерич, сказал сыщик, тем больше добродетелей открываю вас. Скромность, о, господи, как редко встречается скромность на белом свете, и как много этой редкой добродетелей в вас. Если я один войду в хижину, хозяева насторожаться при первом же моем вопросе. Если я войду с вами, меня представит уважаемый сосед, и беседа потечет непринужденно. В таком свете представляется это дело мне, а как оно представляется вам? Не придумав удачного ответа, так скоро, как мне хотелось бы, я постарался выиграть время, спросив, в какую хижину он хочет войти. Когда сыщик описал мне место, я тотчас узнал в нем хижину рыбака по имени Йоланд, живущего женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью. Если вы оглянетесь несколько назад, вы припомните, что, представляя впервые вашему вниманию Розану Спирман, я упомянул, что, бывая на забучих песках, она изредка посещала друзей в Копс-Соболе. Друзья эти и были Йоланды, почтенные, достойные люди, делавшие честь нашим окрестностям. Знакомство Розаны с ними началось собственно с их хромой дочери, известной под именем Хромоножки Люси. Две страдавшие физическим недостатком девушки имели, по-видимому, какое-то дружеское тяготение друг к другу. Как бы то ни было, Йоланды и Розана в те редкие случаи, когда встречались, всегда были в теплых, приятельских отношениях. И то, что сыщик Кав проследил девушку до их коттеджа, заставило меня по-новому отнестись к его просьбе помочь ему. Розана пошла туда, где часто бывало, и доказать, что она была в обществе рыбака и его семьи, было все равно, что доказать ее полную невиновность. Стало быть, выполнить просьбу сыщика Кава значило оказать девушку услугу, а не вред. Мы пошли в Копсу волн, и, пока было еще светло, видели следы на песке. Когда мы дошли до хижины, выяснилось, что рыбак с сыном уехали в лодки, а хромоножка Люси, всегда слабая и утомленная, отдыхала наверху в своей спальне. Добрая миссис Йоланд одна приняла нас в кухне. Когда она услышала, что сыщик Кав лицо знаменитое в Лондоне, она поставила на стол бутылку голландского джипа, положила пару чистых трубок и не спускала сыщика глаз, как будто не могла на него насмотреться. Я спокойно сидел в углу, ожидая, что сыщик наведет разговор на Розанну. Его обычная манера начинать разговор о колочности сказалась, и в этом случае он начал с королевской фамилии, с первых методистов и цепь на рыбу и перешел от всего этого со своей обычной меланхоличности и скрытой манерой к пропаже лунного камня, к злобности нашей старшей горничной и к жестокому обращению служанок с Розанной с Пирмой. Дойдя таким образом до главного предмета, он о себе самом сказал, что наводит справки о пропаже алмаза отчасти для того, чтобы отыскать его, отчасти для того, чтобы оправдать Розанну от несправедливых подозрений ее врагов в нашем доме. Через четверть часа после нашего прихода добрая миссис Йолан была убеждена, что разговаривает с лучшим другом Розанной и уговаривала сыщика Кафа подкрепиться и оживить свою душу голландской бутылочкой. Будучи твердо уверен, что сыщик попусту тратит время с мисс Йоланд, я сидел и слушал их разговор почти так, как бывало прежде, слушал в театре актеров. Знаменитый Каф выказывал удивительное терпение, уныло пытая счастье и так, и эдак, и производя выстрел за выстрелом, так сказать, на удачу, а вось попадет в цель. Все к чести Розаны ничего, ей во вред. Вот как это кончилось, сколько он не старался, мисс Йолан несла разный вздор и верила сыщику слепа. Когда мы взглянули на часы и встали с намерением проститься, он сделал последнюю попытку. Теперь я пожелаю вам доброго вечера, сударыня, произнес сыщик, и скажу на прощание, ваш покорный слуга, искренний доброжелатель Розанны Спирман, но поверьте, ей не следует оставаться на этом месте. Мой совет ей оставить его. «Господи, помилуй, да ведь она его и оставляет!» скричала миссис Йоланд. «Розанна Спирман оставляет нас?» Я навострил уши. Мне показалось странным, чтобы не сказать более, что она не предупредила ни миледи, ни меня. В душе моей возникло сомнение, не попало ли в цель последний выстрел сыщика кафа. Я начал сомневаться, так ли уж безвредно было мое участие во всем этом деле, как думал я сам. Может быть, сыщик заставил проговориться честную женщину, запутав ее в сети своих лживых уловок. Но моим долгом доброго протестанта было вспомнить, что отец лжи дьявол, и что дьявол и зло никогда не бывают далеко друг от друга. Почуяв в воздухе что-то недоброе, я хотел было увезти сыщика, однако он точно же снова уселся и попросил позволения подкрепиться последним глотком из голландской бутылочки. Мисс Йоланд села напротив него и налила ему рюмочку. Я двинулся к выходу, очень стревоженный, и сказал, что, кажется, должен с ними проститься. А между тем все медлил и не уходило. Итак, она намерена оставить свое место, спросил сыщик, что же она будет делать, когда его оставят. Грустно, грустно, у бедняжки ведь нет никого на свете, кроме вас и меня. Есть, возразила мисс Йоланд. Она пришла сюда, как я вам уже сказала, нынче вечером и, посидев и поговорив немножко с моей дочерью Люси и со мною, попросила позволения побыть одной наверху в комнате с Люси. Это единственная комната в нашем доме, где есть чернило и перо. Мне нужно написать письмо к одному другу, сказала она, а я не хочу этого сделать у нас в доме, где за мною подсматривают мои товарки. Кому было это письмо, я вам сказать не могу, только должно быть, оно было очень длинное, судя по тому, сколько времени просидела она над ним наверху. Я предложила ей почтовую марку, когда она сошла вниз, но письма в руках у нее не было, и марки она не приняла. Бедняжечка, как вам известно, немножко скрытно насчет себя и своих поступков. Но у нее есть друг где-то друг. Уж за это я насчет себя и своих поступков, но есть где-то друг. поручусь вам и к этому другу помяните мое слово, она и поедет. Скоро? спросил сыщик. Как только сможет, ответила мисс Йоланд. Тут я опять отошел от двери, как глава прислуги миледи, я на миг не мог допустить, чтобы в моем присутствии продолжался такой бесцеремонный разговор о том, уйдет наша служанка или не уйдет. Вы, должно быть, ошибаетесь насчет Розаны Спирман, сказал я. Если бы она хотела оставить свое место, она прежде всего сообщила бы об этом мне. Ошибаюсь, скричала мисс Йоланд. Только час назад она купила у меня самой несколько вещей для дороги. Мистер Беттердж, вот в этой самой комнате да, кстати, прервала себя несносная женщина, начав шарить в кармане. У меня кое-что на совести насчет Розаны и ее денег. Увидит ли ее кто-нибудь из вас, когда вы вернетесь домой? С величайшим удовольствием передам ваше поручение бедняжки, ответил сыщикав, прежде чем я успел вернуть слово. Миссис Йоланд вынула из кармана несколько шиллингов и шестипинцовых монет и, держа их на ладони, пересчитала одну за другой с особенной и предосадной тщательностью. Она протянула эти деньги сыщику, хотя по лицу ее было видно, что ей не очень-то хочется расстаться с ними. «Могу я вас просить передать эти деньги Розане с моим поклоном и почтением?» сказала миссис Йоланд. Она непременно хотела заплатить мне за несколько вещей, которые ей понадобились сегодня вечером. А деньгам мы всегда рады, об этом спорить не стану. А все-таки мне как-то неловко, что я взяла у бедняжки накопленные тяжелым трудом деньги. И сказать вам по правде не думаю, что мужу моему будет приятно услышать, когда он вернется с работы завтра утром, что я взяла деньги у Розанны сперма. Пожалуйста, скажите ей, что я с радостью дарю ей вещи, которые она купила у меня. Не оставляйте денег на столе, сказала мисс Йоланд, вдруг выложив их перед сыщиком, словно они жгли ей пальцы. А не то, времена нынче трудные, плоть слаба и, пожалуй, мне захочется опять положить их в карман. Пойдемте, позвал я Кафа, мне нельзя дольше ждать, я должен вернуться домой. Сейчас последую за вами, ответил сыщик Каф. Во второй раз подошел я к двери и во второй раз, как ни старался, не мог перешагнуть через порог. Возвращать деньги дело щекотливое, сударыня, услышал я голос сыщика. Вы и так, наверное, дешево с нее взяли. Она взяла свечу и повела сыщика в угол кухни. Если б даже дело шло о моей жизни, я не мог бы удержаться, чтобы не пойти за нею. В углу была навалена целая куча разного лома, по большей части старого металла, который рыбак набрал в разное время с потонувших кораблей и не успел еще распродать. Месяц Йолан засунула руку в этот хлам и вынула оттуда старый японский оловянный ящичек с крышкой и кольцом для того, чтобы его вешать. Такие ящики употребляются на кораблях для географических и морских карт, чтобы предохранить их от сырости. Вот, сказала она, когда Розана пришла сюда сегодня, она выбрала у меня точно такой ящичек. Этот как раз годится, сказала она, для моих манжеток и воротничков, чтобы они не смялись в чемодане. Один шильм и девять пенсов. Минстер Кав, хоть сейчас умереть на месте, ни полпени больше. Экая дешевка, промолвил сыщик с тяжелым вздохом. Он взвесил ящик на руке. Мне послышался мотив последней летней розы, когда он глядел на ящичек. Не было никакого сомнения. Он открыл что-то новое во вред розане Спирман. Открыл в таком именно месте, где, как я был убежден, репутация ее безопасности и все через меня, предоставляя вам судить о моих чувствах и о том, как искренне я раскаялся, что помог знакомству мистера Кафе с миссей Йоланд. Довольно, сказал я, нам право пройти. Не обращая на меня ни малейшего внимания, миссис Йоланд опять засунула руку в хлам и на этот раз вытащила оттуда цепочку. Взвесьте на руке, сэр, сказала она сыщику. У нас было три таких цепочки и розана взяла две. Зачем вам, душечка, нужны такие цепочки, говорю я. Я сцеплю их вместе и обвяжу ими чемодан, говорит она. Веревка будет дешевле, говорю я, а цепь надежнее, говорит она. Разве чемоданы обвязывают цепью, говорю я. О, мисс Йоланд, не возражайте, говорит она, уступите мне цепочки эти. Странная девушка, мистер Каф, чистое золото, она любит мою Люси, как родная сестра, но всегда бывает со странностями. Ну, я отдала их ей, три шиллинга и шесть пенсов. За каждую, спросил сыщик, за обе, ответила миссис Йоланд, три шиллинга и шесть пенсов за обе. Даром отдали, сударыня, покачал сыщик головой. Даром? Вот они деньги, сказала миссис Йоланд, возвращаясь к кучке серебра, лежавшей на столе и как будто против ее воли притягивающей ее. Розана только и купила, что этот оловянный ящичек и цепочки, один шиллинг, девять пенсов и три шиллинга, шесть пенсов, всего-навсего пять шиллингов и три пенса. Кланитесь, кланитесь ей и скажите, что совесть не позволяет мне брать у бедной девушки накопленные деньги, когда они могут понадобиться ей самой. А мне, сударыня, совесть не позволяет возвращать деньги, сказал сыщик Кафф, вы и так можно сказать подарили ей эти вещи, право, подарили. Это ваше искреннее мнение, сэр? спросила мисс Йоланд, вдруг просеяв. Не может быть ни малейшего сомнения в этом, ответил сыщик, спросите мистера Беттереджа. Не к чему было спрашивать меня, они добились от меня только одного слова, прощайте. Да ну, пропади они совсем эти деньги, вдруг вскрикнула мисс Йоланд. С этими словами она, словно потеряв всякую власть над собой, схватила кучку серебра и быстро спрятала ее в карман. Видеть не могу, когда деньги валяются и никто их не берет. Несносная женщина вдруг шлепнулась на стул, глядя на сыщика Каффа, с таким выражением словно говорила деньги опять у меня в кармане. Попробуй-ка их оттуда вытянуть. На этот раз я не только подошел к порогу, но и перешагнул его, твердо решив идти домой. Объясняйте, как можете, но я чувствовал, что кто-то из них или оба они вместе смертельно оскорбили меня. Прежде чем сделать несколько шагов, я услышал, как сыщик догоняет меня. Благодарю вас за это знакомство, мистер Бетерич, сказал он, я обязан жене рыбака совершенно новым ощущением. Миссис Йоланд озадачила меня. У меня вертелся на языке колкий ответ. Дело в том, что я был рассержен на него, так как сердился на самого себя. Но когда он признался, что озадачен, я усомнился, действительно ли я причинил большой вред. Я ожидал скромно, молча, что он еще скажет. Да, проговорил сыщик, как будто читая мои мысли. Вместо того, чтобы навести меня на след, вы, мистер Бетерич, при вашем участии к разане, вам, может быть, утешительно будет это узнать. Вы привели меня к тому, что озадачили меня. Действия этой девушки сегодня, разумеется, довольно ясны. Она прикрепила обе цепи к колецу оловянного ящичка. Она засунула этот ящичек в воду или в песок. Другой конец цепи она прикрепила к какому-нибудь месту под скалой, известному только ей. Она оставит ящичек там до тех пор, покуда кончится производимое сейчас следствие, а потом на свободе сможет опять вынуть его из тайника, когда ей заблагорассудится. До сих пор все совершенно ясно. Но, прибавил сыщик впервые замеченным мною за все это время оттенком нетерпения в голосе. Вопрос состоит в том, какого черта спрятала она в этом оловянном ящике. Я подумал про себя лунный камень, но сыщик сказал только одно, неужели вы не догадываетесь, это не алмаз, продолжал он, весь опыт моей жизни ничего не стоит, если Розана Спирман взяла алмаз. Когда я услышал эти слова, меня снова начала трясти цискная лихорадка, и я до сих, до того забылся, заинтересованный этой новой загадкой, что воскликнул опрометчиво. Запачканная одежда. Сыщик Каф вдруг остановился в темноте и положил свою руку на мою. Когда кто-нибудь что-нибудь бросают в ваши зыбучие пески, выходит ли это опять на поверхность, спросил он. Никогда, ответил я, будь это легкая или тяжелая вещь, а уже зыбучие пески втянут в себя все и навсегда. Розанна Спирман это знает, она это знает так же, как и я. Значит, ей стоило только привязать камень к запачканной одежде и попросту бросить его в зыбучие пески, сказал сыщик. Нет ни малейшей надобности в том, чтобы прятать ее, а между тем она несомненно спрятала. Вопрос состоит в том, прибавил он, продолжая идти, являются ли запачканная юбка или кофточка или другой предмет чем-то таким, что необходимо сохранить во что бы то ни стало. Мистер Бетридж, если не случится никакой помехи, я должен завтра поехать во Фризингал и узнать, что именно купила она в городе, когда доставала тайно материал, чтобы сшить новую одежду вместо запачканной. При настоящем положении дел выезжать из дома риск, но еще больший риск продолжать действовать вслепую. Извините, что я не в духе, я потерял к себе уважение, я позволил Розанне Спирман поставить меня в тупик. Когда мы вернулись, слуги сидели за ужином. Первый, кого мы встретили на дворе, был полисмен, которого инспектор Сигару оставил в распоряжении сыщика. Мистер Каф спросил его, вернулась ли Розана Спирман. Да. Когда? Почти час назад. Что она сделала? Она поднялась наверх, чтобы снять шляпку и плащ, а сейчас спокойно ужинает с остальными слугами. Не сделав никакого замечания, сыщик Каф направился к черному ходу, все более и более теряя к себе уважение. Пройдя в темноте мимо входа, он все шел и шел, хотя я извал его, пока не остановился у Ивовой калитки, которая вела в сад. Когда я подошел к нему, чтобы вернуть его назад, я увидел, что он внимательно смотрит на окно в том этаже, где были спальни с другой стороны дома. В свою очередь, подняв глаза, я обнаружил, что предметом его созерцания было окно комнаты мисс Рэчел, и что огонь в этом окне мелькал взад и вперед, как будто в комнате происходило что-то необычное. Это, кажется, спальня мисс Верендер, спросил сыщик, кав. Я ответил утвердительно и пригласил его ужинать ко мне. Сыщик не тронулся с места, пробормотав, что он любит по вечерам дышать свежим воздухом. Я оставил его наслаждаться природой. Когда я возвращался, я услышал последнюю летнюю розу у калитки. Сыщик кав сделал новое открытие, и на этот раз ему помогло окно барышни. Последняя мысль заставила меня опять вернуться к сыщику с вежливым замечанием, что у меня не хватает духу оставить его одного. «Вам что-нибудь тут непонятно?» прибавил я, указывая на окно мисс Рэчел. Судя по голосу, сыщик кав опять ощутил надлежащее уважение к своей собственной особе. «Вы в Йокшире кажутся охотники держать пари, а?» спросил он. «Ну, так что же из этого? Положим, что и так. Будь я им?» продолжал сыщик, взяв меня за руку. «Я прозакладывал бы вам целый саверен, мистер Бетерич, что ваша молодая барышня решилась уехать из дома. Если я выиграю это пари, я готов прозакладывать вам другой саверен, что мысль об отъезде пришла к ней не прежде, чем час тому назад. Первая догадка сыщика испугала меня, вторая как-то перепуталась у меня в голове с донесением полисмена, что Розанна Спирман вернулась с зыбучих песков частому назад. Обе эти догадки произвели на меня странное впечатление. Когда мы пошли ужинать, я выдернул свою руку из руки сыщика Кафа и, забыв всякое приличие, прошел прежде него в дверь, чтобы самому навести справки. Лакей Самуэль был первым человеком, встреченным мною в передней. Миледи ждет вас и мистера Кафа, сказал он, прежде чем я успел задать ему вопрос. Давно ли нас ждет? Раздался позади меня голос сыщика. Уже сейчас, сэр. Опять. Розанна вернулась частому назад, и мисс Рэчел приняла какое-то необыкновенное решение, и Миледи ждала сыщика в течение последнего часа. Неприятно было видеть, как столь различные люди, предметы связывались таким образом между собою. Я пошел наверх, не глядя на сыщика Кафа, и, не говоря с ним, рука моя внезапно задрожала, когда я поднял ее, чтобы постучаться в дверь комнаты моей госпожи. Меня не удивит, шепнул сыщик за моей спиной, если у вас в доме разразится сегодня какой-нибудь скандал. Не пугайтесь, я в своей жизни выдерживал и не такие семейные сцены. Не успел он произнести эти слова, как я услышал голос госпожи моей, приказывающей нам войти. Мы не нашли другого огня в комнате миледи, кроме лампы, при которой она обычно читала. Абажор был опущен так низко, что закрывал ее лицо. Вместо того, чтобы поднять на нас глаза со своей обычной прямотою, она сидела возле стола и упорно не отрывала глаз от раскрытой книги. «Мистер Кафф», сказала она, «важно ли вам знать заранее для следствия, которое вы теперь ведете, не пожелает ли кто покинуть этот дом?» «Чрезвычайно важно, миледи. Стало быть, я должна сказать вам, что мисс Зериндер намерена переехать во Фризингал к своей тетке, миссис Эбляу. Она покидает нас завтра рано утром». «Сыщи Кафф» взглянул на меня. Я шагнул было вперед, чтобы заговорить с моей госпожой, но, признаюсь вам, почувствовал, что у меня не хватает духу на это и опять шагнул назад, так и не сказав ни слова. «Могу я спросить, ваше сиятельство, когда мисс Зериндер надумала поехать к своей тетке?» осведомился сыщик. «Около часу тому назад», ответила моя госпожа. Сыщик Кафф опять взглянул на меня, «Сердце у старых людей не может биться быстро. Мое сердце не могло бы забиться сильнее, чем оно билось сейчас, если бы даже мне снова сделалось двадцать пять лет». «Я не имею никакого права», сказал сыщик, «контролировать поступки мисс Вериндер. «Я только покорнейше прошу вас отложить ее отъезд, если возможно. Мне самому необходимо съездить в Фризингал завтра утром и вернуться к двум часам дня, если не раньше. И если бы мисс Вериндер смогла задержаться здесь до этого времени, я желал бы сказать ей два слова, неожиданно, перед самым ее отъездом. Миледи тотчас приказала мне передать кучеру ее распоряжение, чтобы карета была подана для мисс Рэйчел не ранее двух часов дня. «Имеете ли вы сказать еще что-нибудь?» спросила она затем сыщика. «Только одно ваше сиятельство, если мисс Вериндер удивится этой перемене в распоряжении, пожалуйста, не упоминайте, что я причиной замедления ее путешествия». Госпожа моя вдруг подняла голову от книги, как будто хотела сказать что-то. удержалась с большим усилием и, опять опустив глаза на раскрытую страницу, движением руки отпустила нас. «Удивительная женщина», сказал сыщикав, когда мы вышли в переднюю, «если б не ее самобладание, тайна, озадачивающая вас, мистер Бетеридж, раскрылась бы сегодня». При этих словах истинно наконец промелькнула в моей глупой старой голове. На минуту я, должно быть, совсем лишился рассудка. Я схватил сыщика за ворот и припер его к стене. «Черт вас возьми!» закричал я «Смисс Рэчелл, что-то неладное». «А вы скрывали это от меня все время?» Припертый к стене сыщик не пошевелил ни рукою, ни единым мускулом на своем меланхолическом лице и только взглянул на меня. «Ага», произнес он, «Вы отгадали наконец». Я выпустил воротник его сюртука и голова моя опустилась на грудь. Вспомните, пожалуйста, в оправдание моей вспышки, что я служил этому семейству пятьдесят лет. Я попросил сыщика кафо извинения, но боюсь, что сделал это с влажными глазами и не весьма приличным образом. «Не сокрушайтесь, мистер Беттерич», сказал сыщик с добротой, чем я имел право ожидать от него. «Если бы мы при нашей профессии были обидчивы, мы не стоили бы ничего. Если это может служить для вас хоть каким-нибудь утешением, схватите меня опять за шиворот. Вы не имеете ни малейшего понятия, как это делать, но я извиню вашу неловкость, принимая во внимание ваши чувства». Он скривил углы губ, по-видимому, воображая, что отпустил удачную шуточку. Я провел его в свой маленький кабинет и запер дверь. «Скажите мне правду, мистер Каф, начал я, что именно вы подозреваете. Было бы жестоко скрывать это от меня теперь». «Я не подозреваю», ответил сыщик Каф, «я знаю». Мой горячий характер снова заявил о себе. «Вы, кажется, просто хотите меня уверить, воскликнул я, что мисс Рэчел украла свой собственный алмаз». «Да», ответил сыщик, «я именно это хотел вам сказать. Мисс Вериндер прятала у себя втайне от всех лунный камень с начала и до конца и доверилась в этом только Розанне Спирман, потому что она была уверена, что мы будем подозревать Розанну Спирману в воровстве. Вот вам все делая, как на ладони». «Схватите меня опять за шиворот, мистер Беттерич, если вы таким образом облегчите ваши чувства, схватите меня опять». «Помоги мне Господь, моим чувствам это не принесло бы облегчения. Приведите мне свои доводы, вот и все, что я мог ему сказать». «Вы услышите мои доводы завтра», ответил сыщик, «если мисс Вериндер откажется отложить поездку к своей тетке, а вы увидите, что она откажется. Я буду вынужден завтра изложить все дело перед вашей госпожою. А так как я не знаю, что может из этого выйти, прошу вас находиться при этом и быть свидетелем того, что произойдет. Пока же оставим это дело. Больше, мистер Беттердж, вы ни слова не услышите от меня о лунном камне. Ваш стол накрыт для ужина. Это одна из многих человеческих слабостей, с которыми я всегда обращаюсь нежно. Пока вы позвоните слугам, я прочту молитву, что касается до того, что нам подадут. Желаю вам хорошего аппетита, мистер Каф, сказал я. Мой аппетит пропал. Я подожду и присмотрю, чтобы вам все было подано как следует. А потом уж извините меня, я уйду и постараюсь наедине совладать с собой. Я видел, что ему подали все самое лучшее и ничуть не пожалел бы, если бы он подавился всем этим. Будучи встревожен и несчастен и не имея комнаты, где я мог бы уединиться, я пошел прогуляться по террасе и подумать обо всем в тишине и спокойствии. Размышления мои были прерваны Самуэлем. Он принес мне записку от моей госпожи. В то время, как я направился домой, чтобы прочитать эту записку при свете, Самуэль заметил, что будет перемена погоды. Мое встревоженное состояние помешало мне заметить это самому. Но сейчас, когда он обратил на это мое внимание, я услышал, что собаки беспокойны и ветер тихо воет. Подняв глаза к небу, я увидел, что тучи становятся все чернее и чернее и все быстрее и быстрее затягивают бледную луну. Близилась буря. Самуэль был прав. Близилась буря. Миледи уведомляла меня в записке, что фризелокский судья написал ей о трех индусах. В начале будущей недели мошенников надо будет выпустить на воле, следовательно, дать свободу их действиям. Если мы намереваемся задать им еще кое-какие вопросы, то времени терять нельзя. Забыв упомянуть об этом при встрече с сыщиком Кафом, госпожа моя приказывала мне теперь же исправить ее забывчивость. Индусы совсем выскочили у меня из головы. Как, без сомнения, выскочили они из вашей? Я не видел большой пользы в том, чтобы опять возвращаться к этому предмету, но, разумеется, тотчас же повиновался отданному мне приказу. Сыщика Кафа я нашел сидящим за бутылкой шотландского виски и положил записку миледи перед ним на стол. В то время я уже почти ненавидел сыщика, но в интересах истины должен сознаться, что в смысле находчивости это был все-таки удивительный человек. Спустя полминуты после того, как он прочитал записку, он уже вспомнил то место в донесении инспектора Сигрова, где говорилось об индусах, и ответ его был готов. В донесении инспектора Сигрова сказано об одном знаменитом индийском путешественнике, хорошо знавшем индусов и их язык. Не так ли? Очень хорошо. Не знаю ли я имя и адрес этого джентльмена? Опять очень хорошо. Не напишу ли их на обороте записками леди? Очень обязан. Сыщик сам заедет к этому джентльмену, когда отправится во Фризингал. Вы надеетесь, что из этого выйдет что-нибудь? спросил я. Инспектор Сигров считает, что индусы так же невинны, как младенцы. До сих пор все предположения инспектора Сигрова оказывались неверными, ответил сыщик. Не худо бы проверить завтра, но ошибся ли инспектор Сигров и насчет индусов. В коридоре я встретил Пенелопу и спросил, чего она ждет? Она ждала звонка своей барышни, чтобы укладываться для завтрашнего путешествия. Из дальнейших расспросов выяснилось, что причиной желания мисс Рэчел переехать тетке во Фризингал было то, что дом сделался для нее нестерпим и что она не может больше переносить гнусного присутствия полицейского под одной крышей с нею. Узнав полчаса назад, что ее отъезд отложен до двух часов дня, она ужасно рассердилась. Миледи, бывшая при этом, сделала ей строгий выговор, а потом, желая, по-видимому, сказать что-то дочери наедине, выслала Пенелопу из комнаты. Дочь моя чрезвычайно приуныла от перемены обстоятельств в нашем доме. Все идет не так, как следует, батюшка, все идет не так, как прежде. Я чувствую, что нам всем угрожает какое-то ужасное несчастье. Я сам это чувствовал. Но при Пенелопе старался придать всему благополучный вид. Пока мы говорили, раздался звонок мисс Рэчел. Пенелопа побежала наверх укладываться. Я пошел другой дорогой в переднюю посмотреть, что говорит барометр о перемене погоды. Когда я приблизился к двери, которая затворялась сама собой на пружинах и вела в нижнюю залу из людской, она распахнулась мне навстречу, и Розана Спирман пробежала мимо меня с выражением ужасного страдания на лице, крепко прижимая руку к сердцу, как будто оно у нее болело. Что с вами, милая моя, спросил я, останавливая ее. Не больны ли вы? Ради Бога, не говорите со мною, ответила она и, вырвавшись из моих рук, побежала на черную лестницу. Я попросил кухарку, которая была недалеко, пойти вслед за бедной девушкой. Два другие лица оказались так же недалеко, как и кухарка. Сыщикав, тихо вышел из моей комнаты и спросил, что случилось. Я ответил, что ничего. Мистер Фрэнклин с другой стороны отворил дверь и, выглянув в переднюю, спросил, не видела ли я Розан и Спирман. Она сейчас пробежала мимо меня, сэр, с весьма расстроенным лицом и сказала что-то весьма странное. Я боюсь, что я сам невольная причина этого расстройства, Беттридж. Вы, сэр, не могу себе этого объяснить, но если девушка замешана в пропаже алмаза, я, право, думаю, что она готова была признаться во всем, избрав почему-то для этого меня, не долее, как две минуты тому назад. Когда он произносил последние слова, я случайно взглянул на дверь и мне показалось, будто она немножко приоткрылась с внутренней стороны. Неужели там кто-то послушал? Дверь была снова плотно притворена, когда я подошел к ней. Выглянув в коридор, я увидел, как мне показалось, фалды черного фрака сыщика Кафа, исчезавшие за углом. Он знал так же хорошо, как и я, что уже не может рассчитывать на мою помощь при том обороте, какой приняло его следствие. В подобных обстоятельствах от него можно было ожидать, что он сам придет себе на помощь, и при том именно таким тайным образом. Не будучи вполне уверен, что видел сыщика, и не желая натворить беды там, где беды уже и так было достаточно, я сказал мистеру Фрэнклину, что должно быть, одна из собак вошла в дом и просил его передать мне, что именно произошло между ним и Розановым. Мистер Фрэнклин указал на бильярд. Я катал шары, сказал он, и пытался выбросить из головы это несчастное дело об алмазе. Поднял случайно глаза, и возле меня, как привидение, стоит Розана Спирман. Она прокралась в комнату так незаметно, что сначала я просто не знал, как и поступить. Увидя, что она сильно перепугана, я спросил, не хочет ли она сообщить мне что-нибудь. Она ответила, да, если я смею. Зная, в чем ее подозревают, я мог только в одном смысле истолковать эти слова. Признаюсь, мне стало неловко, я не желал вызывать откровенности этой девушки. В то же время, при тех трудностях, какие сейчас окружают нас, я был бы просто не в праве отказаться выслушать ее, если она действительно желала что-нибудь сказать. Положение было неудобное и, кажется, я вышел из него довольно неловко. Я сказал ей, я не совсем понимаю вас, чем могу вам служить. Имейте в виду, Бетаридж, что я говорил с ней отнюдь не сурово. Бедная девушка не виновата в том, что она некрасива. Кий еще был в моих руках и я продолжал катать шары, чтобы скрыть свою неловкость. Между тем, этим я еще более ухудшил дело. Кажется, я оскорбил ее, не имея ни малейшего намерения. Она вдруг отвернулась, и я услышал, как она сказала, «Он смотрит на бильярдные шары. Ему приятнее смотреть на что угодно, только не на меня. И прежде, чем я успел удержать ее, она выбежала из зала. У меня неспокойно на душе, Бетаридж. Не возьметесь ли вы передать Розане, что я не хотел бы быть неласковым с нею? Может быть, в мыслях своих я был немного жесток к ней. Я чуть ли не надеялся, что пропажу алмаза можно приписать ей. Не из недоброжелательства к бедной девушке, но тут он замолк и, вернувшись к бильярду, принялся опять катать шары. После того, что произошло между сыщиком и мною, я знал, что именно не договорил мистер Фрэнклин, не хуже его самого. Только открытие, что лунный камень был украден нашей второй служанкой, могло теперь избавить мисс Рэчел от подозрений, поселившихся против нее в душе сыщика Кафа. Вопрос шел уже не о том, чтобы успокоить нервное раздражение моей барышни, вопрос шел о том, чтобы доказать ее невиновность. Если бы Розана ничем не скомпрометировала себя, надежда, которую испытывал мистер Фрэнклин, была бы, как сам он признался, по совести говоря, жестокую в отношении нее. Но дело было не так. Она притворилась больною и тайно ходила во Фризингал. Она не спала всю ночь или уничтожала что-то такое секретно. И она ходила к зыбучим пескам в этот вечер при обстоятельствах чрезвычайно подозрительных, чтобы не сказать больше. По всем этим причинам, как не жаль мне было Розанне, я не мог не думать, что взгляд мистера Фрэнклина на это дело был естествен и небезрассуден. Я сказал ему об этом. Да-да, ответил он, но есть еще надежда, конечно, очень слабая, что поведение Розанны может иметь какое-нибудь объяснение, которого мы сейчас еще не видим. «Я терпеть не могу оскорблять чувства женщины, Бэтридж. Передайте бедной девушке то, о чем я просил вас. Если она пожелает говорить со мною, все равно, попаду я через это в беду или нет, пришлите ее ко мне в библиотеку». С этими добрыми словами он положил кей и оставил меня. Наведя справки в людской, я узнал, что Розанна ушла в свою комнату, отклонивши всякую помощь кухарке и прося только об одном, чтобы ее оставили в покое. Вопрос об ее исповеди кому-то ни было отпал на сегодня. Я передал это мистеру Фрэнклину, который покинул тотчас же библиотеку и пошел спать. Я гасил огни и запирал окна, когда Самуэль пришел ко мне с известием о сыщике кафе. Его нигде нельзя было отыскать в нижнем этаже дома. Я заглянул в свою комнату. Совершенно справедливо там никого не было. Я нашел только пустой стакан и сильный запах горючего грога. Может быть сыщик сам ушел в спальню, приготовленную для него. Я пошел наверх посмотреть. Когда я добрался до второй площадки, мне послышался слева звук тихого и мерного дыхания. Левая сторона площадки вела в коридор, сообщавшийся с комнатой мисс Рэчел. Я заглянул туда и там, свернувшись на трех стульях, поставленных поперек коридора с красным носовым платком, обвязанным вокруг седовласой головы, со свернутым черным фраком у изголовья, лежал и спал сыщик кав. Он проснулся тотчас, тихо, как собака, как только я подошел к нему. Спокойной ночи, мистер Беттерич, сказал он, что вы тут делаете, спросил я, почему вы не легли в постель? Я не лег в постель, ответил сыщик, потому, что принадлежу к числу тех многих людей на этом жалком свете, которые не могут зарабатывать свои деньги за раз, быстро, легко и честно. Сегодня вечером произошел ряд странных событий. В отрезок времени между возвращением Розан и Спирман Зыбучих Песков и решением мисс Вериндер оставить дом. Что бы не спрятала Розана, мне ясно, что ваша молодая барышня не сможет уехать, пока не узнает, что это спрятано. Обе они должны сегодня же ночью секретно снестись друг с другом, когда в доме все стихнет, и я хочу этому помешать. Броните не меня за то, что я нарушил ваше распоряжение насчет спальни, мистер Беттердж. Броните алмаз. Желал бы я, чтобы этот алмаз никогда не попадал в наш дом. Вырвалось у меня. Сыщик Каф с плачевной миной взглянул на три стула, которым он сам себя приговорил в эту ночь, и ответил серьезно. И я также. Ночью ничего не произошло. Я, счастлив добавить, мисс Рэчел и Розанна не делали никаких попыток к свиданию. Бдительность сыщика Кафа осталась невознагражденной. Я ожидал, что сыщик Каф тотчас же утром отправится во Фризингол. Однако он задержался, словно хотел проделать прежде что-то другое. Я предоставил Кафа его собственным замыслом и, выйдя вскоре из дома, встретил мистера Фрэнклина в его любимой аллее у кустарника. Прежде чем мы успели обменяться двумя словами, сыщик неожиданно подошел к нам. Должен признаться, мистер Фрэнклин принял его довольно надменно. Вы хотите что-нибудь сказать мне? Вот все, что Каф получил в ответ на свое вежливое пожелание мистеру Фрэнклину доброго утра. Да, я хочу кое-что сказать вам, сэр, ответил сыщик по поводу следствия, которое здесь произвожу. Вчера вы узнали, какой оборот принимает это следствие. Весьма естественно, что в вашем положении вы оскорбились и огорчились. Весьма естественно также, что вы вымещаете на мне свой гнев, возбужденный семейным скандалом. Что вам нужно? Перебил мистер Фрэнклин довольно резко. Мне нужно напомнить вам, сэр, что до сих пор обстоятельства не подтвердили, что я ошибаюсь. Имея это в виду, вспомните также, что я полицейский чиновник и действую здесь по поручению хозяйки дома. При настоящем положении дела скажите, обязаны вы или нет, как добрый гражданин помочь мне особыми сведениями, которыми вы весьма возможно располагаете. Я не имею никаких особенных сведений, ответил мистер Фрэнклин. Сыщикав отклонил этот ответ, как если бы мистер Фрэнклин не ответил вовсе. Вы сможете сберечь мне время, сэр, продолжал он, если захотите понять и высказаться откровенно. Я вас не понимаю, ответил мистер Фрэнклин, и мне не о чем высказываться. Стоя молча возле них, я вспомнил о открытой накануне двери и о фалдах фраках, исчезнувших в коридоре. Сыщикав, без всякого сомнения, слышал достаточно до той минуты, как я помешал ему, чтобы возыметь подозрение, что Розанна облегчила свою душу, признавшись в чем-то мистеру Фрэнклину Блэку. Не успела эта мысль прийти мне в голову, как в конце дорожки у кустарника появилась сама Розанна Спирман. За нею шла Пенелопа, старавшаяся, по-видимому, заставить ее вернуться назад в дом. Видя, что мистер Фрэнклин не один, Розанна остановилась как бы в большом недоумении. Что ей делать? Пенелопа ждала позади нее. Мистер Фрэнклин заметил девушек в одно время со мной. Сыщик со своей дьявольской хитростью сделал вид, будто совсем не заметил их. Все это случилось в одно мгновение. Прежде чем мистер Фрэнклин и я успели сказать хоть слово, цыщик каф, как ни в чем не бывало, будто продолжая начатый разговор, проговорил громким голосом так, чтобы Розанна могла его услышать. Вам нечего бояться причинить кому-нибудь вред, сэр. Напротив, я прошу вас удостоить меня своим доверием, если вы принимаете участие в Розане Спирман. Мистер Фрэнклин тотчас же сделал вид, будто и он тоже не заметил девушки. Он ответил так же громко, я не принимаю никакого участия в Розане Спирман. Взглянув на другой конец дорожки, я увидел издали, как Розана вдруг повернула обратно, едва только мистер Фрэнклин проговорил эти слова. Вместо того, чтобы сопротивляться Пенелопе, как это она делала за минуту перед тем, она позволила теперь моей дочери взять ее за руку и отвезти в дом. Раздался звонок к первому завтраку и сыщик Каф был теперь вынужден отказаться от дальнейших попыток узнать чего-либо. Он сказал мне спокойно, «Я поеду во Фризенгал мистер Бетеридж и вернусь до двух часов дня». Не сказав более ни слова, он пошел своей дорогой и мы освободились от него на несколько часов. «Вы должны поправить это дело перед Розаной», сказал мне мистер Фрэнклин. «Как только мы остались одни, судьба словно предназначала меня говорить или делать неловкости при этой несчастной девушке. Вы видите сами, что сыщий Кав обоим нам подстроил ловушку. Если бы он добился того, чтобы сконфузить меня или раздражать ее, он мог бы заставить меня или ее сказать что-нибудь отвечающее его цели. Под влиянием минуты я не нашел лучшего исхода, чем тот, который выбрал. Этим я помешал девушке сказать лишнее и дал понять сыщику, что вижу его насквозь. Очевидно, он подслушивал Беттерич, когда мы с вами беседовали вчера. Мало того, что подслушивал, хуже подумал я, сыщик вспомнил мои слова о том, что девушка влюблена в мистера Фрэнклина и нарочно заговорил об участии мистера Фрэнклина к разане так, чтобы разана могла услышать его ответ. Что до подслушивания, сэр, заметил я, оставив при себе второй вывод. Мы все, как говорится, окажемся товарищами по несчастью, если такого рода вещи станут продолжаться. Подсматривать, подглядывать и подслушивать естественное занятие людей, находящихся в нашем теперешнем положении. Я не забуду того, что вы мне сказали. Я воспользуюсь первым случаем, чтобы поправить дело с Розаной Спирман. Вы еще ничего не говорили ей о прошлом вечере? спросил мистер Фрэнклин. Ничего сыр. Так и не говорите ничего. Мне лучше не вызывать признание девушки, когда сыщик только того и ждет, чтобы заставить нас вдвоем. Мое поведение не очень-то последовательно, Бетерич. Не так ли? Если только Алмаза не окажется в Розаны, я не представляю себе выхода из этого положения, о котором нельзя подумать без ужаса. А между тем я не могу и не хочу помогать сыщику Кафу уличать эту девушку. Довольно нелогично, без сомнения, но я и сам чувствовал тоже, я вполне его понимал, и если хоть раз в жизни вы вспомните, что вы смертны, может быть, и вы тоже вполне поймете его. Положение дела в нашем доме и вне дома, пока сыщик ездил во Фризингал, было вкратце следующим. Мисс Рэччел, упорно запершись в своей комнате, ожидала, когда ей подадут карету, чтобы ехать к тетке. Миледи и мистер Фрэнклин позавтракали вдвоем. После завтрака мистер Фрэнклин вдруг принял одно из своих внезапных решений. Стремительно вышел из дому успокоить свои нервы довольно продолжительной прогулкой. Только я один видел, как он ушел. Он сообщил мне, что вернется до возвращения сыщика. Перемена в погоде, предвиденная накануне, настала. За прорывным дождем вскоре после рассвета подул сильный ветер. Весь день было свежо и ветрено. Хотя тучи нависли мрачнее прежнего, дождя не было. Погода для прогулки человека молодого и сильного, способного вынести редкие порывы ветра с моря, была не дурна. После завтрака я помогал Мелиде просматривать наши домашние щита. Она только раз намекнула на лунный камень и только для того, чтобы запретить упоминать о нем. Подождите, «Пока вернется этот человек», сказала она, «имея в виду сыщика, мы тогда будем обязаны говорить об этом. Сейчас нас никто к этому не принуждает». Расставшись с Мелиде, я нашел в своей комнате поджидавшую меня Пенелопу. «Батюшка, прошу вас, пойдите и поговорите с Розаной», сказала она. «Я очень беспокоюсь за нее. Я отлично понимал, в чем дело, но у меня правило. Чтобы мужчины, как существа высшие, воздействовали на женщин где только возможно. Если женщина хочет заставить меня что-нибудь сделать, дочь моя или кто другой, я всегда желаю знать. Для чего? Чем чаще вы заставите их ломать голову, выискивая резон, тем более покладистыми будут они в течение всей жизни. Не вина этих бедняжек, что они сперва действуют, а уже потом соображают. Это вина тех, кто потакает им, как дурак. Причину, приведенную по данному поводу пенелопой, передаю ее собственными словами. «Я очень боюсь, батюшка, что мистер Фрэнклин, сам не желая того, жестоко оскорбил Розану». «А зачем она пошла тогда в рощу?» спросил я. «Из-за собственного сумасбродства», ответила пенелопа. «Не могу назвать это другим словом. Она хотела говорить с мистером Фрэнклином сегодня утром во что бы то ни стало». «Я употребила все усилия, чтобы остановить ее. Вы сами видели это. Если б только я могла увести ее прежде, чем она услышала эти ужасные слова». «Полно, полно», сказал я. «Не преувеличивай. Ничего особенного не произошло, чтобы привести Розану в отчаяние». «Ничего особенного не произошло, чтобы привести ее в отчаяние, батюшка. Только мистер Фрэнклин сказал, что не принимает в ней никакого участия. И ох, таким жестоким тоном он сказал это, чтобы заткнуть рот сыщику. Я говорил ей, но, батюшка, он уже много недель подряд унижал и огорчал ее. И в довершении еще это. Она просто ужаснула меня, батюшка, когда мистер Фрэнклин сказал эти слова. Она как будто окаменела, услышав их. Она вдруг сделалась необыкновенно спокойно и продолжает с тех пор работать как во сне. Я почувствовал тревогу на душе. Было что-то в голосе пенелопы, заставившее замолчать мой рассудок. Я вспомнил, что произошло между мистером Фрэнклином и Розаной вчера в бильярдной. Она была тогда поражена в самое сердце. А сейчас опять. На беду бедняжку уязвили в самое чувствительное место. Вспомнив данное мною мистеру Фрэнклину слово поговорить с Розаной, я решил, что наступило самое подходящее время сдержать это слово. Розанна подметала коридор, бледная и спокойная, опрятная, как всегда, в своем скромном ситцевом платье. Только глаза ее были странно тусклым. Не то, чтобы они были заплаканы, но как будто смотрели на что-то слишком пристально. Может быть, то был туман, нагнанный ее собственными мыслями. Вокруг нее не было, конечно, ничего, что она бы уже не видала и перевидала сотни и сотни раз. Поднимите-ка голову, Розанна, сказал я, не мучайте себя собственными фантазиями. Я пришел передать вам кое-что от мистера Фрэнклина. Я изложил перед нею все дело с настоящей точки зрения в самых дружелюбных и успокоительных словах, какие только мог придумать. Мои правила относительно слабого пола, как вы уже могли приметить, очень строги. Но каким-то образом, когда я сталкиваюсь лицом к лицу с женщинами, правила эти, признаюсь, на практике не применяются. Мистер Фрэнклин очень добрый, внимателен. Пожалуйста, поблагодарите его. Вот все, что она сказала мне в ответ. Дочь моя уже заметила, что Розанна занималась своим делом как во сне. Прибавлю, что она и слушала, и говорила тоже как во сне. Сомневаюсь, поняла ли она то, о чем я ей говорил. Уверены ли вы, Розанна, что понимаете мои слова? Спросил я. Совершенно уверена. Она повторила это не как живая женщина, а как заводная кукла. Говоря, она продолжала все время мести коридор. Я взял у нее из рук щетку, так кротко и ласково, как только мог. Полно, полно, милая моя, сказал я. Вы как будто сами не своя. У вас есть что-то на душе. Я ваш друг и останусь вашим другом, даже если за вами есть какой-нибудь грешок. Будьте откровенны со мной, Розанна, будьте откровенны. Было время, когда, говоря с нею таким образом, я вызвал бы слезы на ее глаза. Теперь я не увидел в них никакой перемены. Да, механически произнесла она, и я расскажу все откровенно. Не леди? Нет. Мистеру Фрэнклину? Да, мистеру Фрэнклину. Я сам не знал, что ей ответить на это. Она находилась в таком состоянии, что никак не смогла понять предостережение не говорить с мистером Фрэнклином наедине, которое он посоветовал мне сделать ей. Пробуя ощупью следующий свой шаг, я сказал ей, что мистер Фрэнклин вышел погулять. Это все равно, ответила она, я больше не стану беспокоить мистера Фрэнклина сегодня. Почему бы вам не поговорить с миледи, спросил я, вы облегчили бы себе душу в беседе с такой сострадательной госпожой, всегда относившейся к вам сердечно. Она смотрела на меня с минуты серьезной и пристальным вниманием, будто старалась запечатлеть в памяти мои слова. Потом взяла из рук моих щетку и пошла с нею медленно вдоль коридора. «Нет», сказала она, продолжая мести, «я знаю лучший способ облегчить свою душу». «Какой?» «Пожалуйста, позвольте мне продолжать мою работу». Пенелопа пошла вслед за нею, предлагая ей помощь. Она ответила, «Нет, я хочу исполнить свою обязанность, благодарю вас, Пенелопа». Она взглянула на меня, «Благодарю вас, мистер Беттеридж». Ничем нельзя было тронуть ее, не о чем было говорить с ней. Я сделал знак Пенелопе уйти со мною. Мы оставили ее, как нашли метущую коридор, словно во сне. «Это дело нашего доктора», сказал я, «Тут мы бессильны». Дочь моя напомнила мне о том, что наш доктор, мистер Канди, был болен, он простудился, как вы, может быть, помните, еще в тот самый вечер после званого обеда у нас. Его помощник, некий мистер Эра Дженниксон, был, разумеется, к нашим услугам, но в нашей местности мало кто его знал. Я решил переговорить с Миледи, но Миледи заперлась с мисс Рэджел, мне было невозможно увидеть ее, покуда она не выйдет оттуда. Я долго ждал понапрасну, пока часы на парадной лестнице не пробили без четверти два. Через пять минут меня откликнули с дорожки перед домом. Я тотчас узнал этот голос. Сыщий Каф вернулся из Фрезенгола. Редактор субтитров Продолжение следует...